В Ульяновске почтили память народного художника СССР Аркадия Пластова. 50 лет назад перестало биться сердце знаменитого нашего земляка, уроженца села Преслониха, неподражаемого живописца, знатока деревенского быта и его жителей. И он оставался настоящим человеком, поклонником человека труда. То, что он, собственно говоря, и передавал на своих необыкновенных полотнах. А руки трудового человека, лица трудовых людей, каждого Преслонца он рисовал с абсолютной какой-то невероятной любовью. Когда мы всматриваемся в лица этих людей, мы понимаем, какая мы могучая нация. Новая выставка, которая открылась в музее Пластова, знакомит с четырьмя портретами жителей Преслонихи, которые хранятся в фондах Ульяновского областного художественного музея. Это небольшая галерея его современников. С полотен на нас смотрят любопытные персонажи – старые и молодые, с характерными лицами. В этих работах Пластов предстает перед нами, как незаурядный рисовальщик-портретист. Среди них есть как возрастные герои, например, Иван Тоньшин, который стал прототипом героев картины Пластова «Синокос» и «Гость с фронта», так и более молодых – Александр Феоктистов, Варя Гусенкова, о которых, я верю, нам еще расскажут жители Преслонихи, которые обязательно приедут посмотреть. Выставка «Четыре портрета» – это рассказ о судьбах героев, в художественных образах которых художник отразил эпоху. Так частый прототип художественных образов художника – Иван Тоньшин. На портрете изображен на молодьбе во время уборки урожая. Не менее колоритный персонаж Никита Гуляев. Он тоже показан художником во время работы в поле. Другой персонаж выставки – Варя Гусенкова. Ее взгляд, как она стоит и красный фартук говорят об очень бойком характере. И действительно, она всю войну проработала трактористкой. На другом портрете в красной майке ее коллега – Александр Феоктистов. Тоже работал трактористом в колхозе «Новая сила», где и Варя. Все герои портрета всю жизнь прожили в родной Преслонихе. Посетителям выставки рассказали и о малоизвестных страницах творчества Аркадия Пластова 1920-х годов, его работе в колхозе. Он был в этом грамотным. Он приехал из Москвы. И, конечно же, местные земляки избрали его на ответственную должность. Он был секретарем сельского совета. Ну, как грамотный человек мог что-то написать, какую-то просьбу вышестоящему начальству. И, конечно же, он был непременным участником многих сходок. Памятный день завершила пешеходная экскурсия «Симбирские адреса Аркадия Пластова». Ирина Антоновна, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.